Массированные российские атаки по Украине. Заявление США о том, что для этого Россия использовала ракеты из КНДР. Военная поддержка Украины со стороны партнеров, рейд украинских разведчиков в Белгородскую область. Эти и другие самые значимые события недели наш коллега Валерий Клименко обсудил с советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Давайте вместе посмотрим это интервью. В эфире Freedom. Информационный марафон на нашем канале продолжается. О самых значимых событиях первой недели нового 2024 года говорим с нашим гостем на связи со студией советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Добрый вечер. Приветствую вас. Добрый. Добрый. Итак, Михаил, массированный обстрел армии России украинских городов накануне Нового года. Это и 2 января удары по гражданским объектам. С вашей точки зрения, какую цель преследовала Россия? Что это? Удовлетворение запроса россиян на жажду крови? Я бы отметил три составляющих в этих ударах. Первая, это безусловно, потрафить нужно своему потребителю. То есть имеется в виду, в России нет военных успехов, существенных военных успехов. Они ведь рассказывали долгое время, пропагандистки рассказывали, что вся эта кампания будет победоносная, венценосная. Я бы даже сказал, да. То есть они смогут доказать, что Российская империя жива, и она, соответственно, может уничтожать целые страны очень быстро и очень убедительно это делать. Практически два года войны. Успехов, по сути, нету. То есть весь 23-й год события происходили без продвижений в сторону, вглубь Украины. И для того, чтобы как-то показать, что да, у нас есть порох в пороховницах, у нас есть возможность наносить существенные удары, существенный ущерб гражданского населения Украины, который они люто ненавидят. Давайте здесь зафиксируем. Это очень важный параметр. Российская Федерация беспричинно, вот обычный потребитель, то есть житель России, беспричинно люто ненавидит Украину. Мало того, что они все время оскорбляли Украину в течение последних, особенно, 8 лет. Мало того, что напали агрессивно, без провокации какой-либо на Украину, так сейчас они еще и обвиняют в том, что не выглядят такими, как сами о себе думали. Обвиняют Украину, люто ненавидят и хотят просто причинять максимальный ущерб гражданскому населению. Это первый мотив. Второй мотив, безусловно, это повлиять на западные общественные мнения, на западные общества. Смотрите, у нас есть абсолютно конкретное оружие, которое мы будем, несмотря на всякие там международные гуманитарные права, будем абсолютно четко убивать гражданское население. Принуждайте Украину капитулировать, иначе мы будем просто их атаковать. То есть это такое, вам же стыдно смотреть на это, правильно? Вы не можете остановить войну, не можете их защитить, даже несмотря на то, что предоставляете им определенную помощь. Поэтому для того, чтобы не видеть всего этого, принуждайте их к капитуляции, а дальше мы уже сами с ними разберемся. Ну и третий, безусловно, фактор, это попытка, опять же, повлиять на внутреннее настроение в Украине, пользуясь тем, что этап действительно тяжелый сегодня. То есть психоэмоциональное состояние, есть определенное разочарование, опустошение, длинная война, несомненно. Вот добавить к этому, смотрите, вот мы продолжаем вас атаковать. И, соответственно, делайте выбор, опять же, у вас нет сил противостоять Российской Федерации. Это как примитивно, да, ну все, что связано с Россией, оно примитивно выглядит, но, тем не менее, они вот эти аргументы используют. Всего остального в этих ударах точно нету, никаких военных задач, никаких военных целей, несомненно, Россия не преследует уже. Единственная цель, еще раз подчеркиваю, это нанесение максимального ущерба Украине и реализация своего комплекса ненависти к Украине. Россия долго готовилась к этим атакам, это очевидно, все эти предварительные атакы с дронами без ракет, с ракетами без дронов, комбинированные. Готова ли была к такой атаке украинская противовоздушная оборона, что нужно для повышения эффективности? И скажите, вот в состоянии ли Украина наносить превентивные удары по объектам, задействованным в подготовке таких массированных атак? Первое, конечно же, по сравнению с прошлым годом, система противоракетной обороны выглядит гораздо более объемно, системно и масштабно. И, соответственно, 85-90% ракетно-дроновых ударов были остановлены, ну то есть, грубо говоря, ликвидированы. То есть ракеты и дроны не долетали до целей. И это, конечно же, опять же, вызывает максимальное раздражение в самой России, потому что они считали, если наносят удар 122 ракеты плюс 40 дронов или 50 дронов, то это будет иметь гораздо более фатальные, катастрофические последствия. И, соответственно, можем говорить о том, что вот эта долгая работа с партнерами на уровне президента Украины, на уровне лидеров других стран позволила построить, скажем так, условно систему закрытое небо. Да, она нуждается, это второе, нуждается в дополнении, то есть необходимы еще дополнительные системы, учитывая, что Россия сегодня использует различные типы ракеты, в том числе баллистику, в том числе гиперзвуковые ракеты, те же кинжалы, которые хорошо ликвидируются при помощи тех же патриотов, которых пока дефицит, к сожалению, хотелось бы патриотов больше. Но, тем не менее, переговоры идут как раз таки, чтобы дополнить нашу систему противоракетной обороны, общую систему противоракетной обороны дополнительными инструментами. И, соответственно, я думаю, что это выглядит, еще раз подчеркиваю, в этом году намного более эффективно, учитывая то, что и тут я перейду в главный. Знаете, они не просто долго готовились. Каждый пуск ракеты — это определенное целеполагание, да, то есть в ракету нужно заложить. В этом принимает участие много людей. Вот вы себе представьте, это не какой-то там Путин в Кремле и говорит, отправьте ракету в центр города Киева или в центр города Львова или там в Одессу. Нет, кроме того, что Путин, безусловно, является тем, кем он является, есть еще десятки, а то и сотни людей, которые собирают разведданные, проводят то, что вы говорили, до уточнения целей, то есть отправляют первичные дроны, они расследуют те или иные объекты, анализируют все, что, кстати, публикуется в пабликах, в социальных сетях. Это важно не публиковать дополнительную информацию. И, соответственно, все это потом анализируется, вырабатываются маршруты для ракет, которые, еще раз говорю, программируются конкретными людьми. Вот граждане России сидят, ухмыляются, ходят там, разговаривают между собой и при этом они планируют вот эти чудовищные удары по гражданской инфраструктуре. И это задействовано в этом сотни людей. Фамилии, конечно же, наши разведательные органы устанавливают, всех этих людей, те, которые занимаются программированием этих целей. Третье, что нужно делать, я уже сказал, нужно, во-первых, продолжать активные переговоры с нашими партнерами о том, чтобы дополнить систему противоракетной обороны. Во-первых, количественно дополнить, во-вторых, качественно, то есть добавить еще системы, которые будут реагировать на ту же баллистику и на те же гиперзвук в большем объеме. Второе, дополнить это средствами, то есть противоракетами, чтобы их было достаточно с учетом этих массированных атак. Не забываем, что в течение ближайшего времени там может измениться температурный порядок. И, конечно же, Россия попытается это также использовать для нанесения ударов и по городам, и по гражданской инфраструктуре, и по критической энергетической инфраструктуре. Опять же, реагируем на сигналы тревоги. Ну и, безусловно, об этом нужно публично говорить, потому что вот эти картинки ужаса, которые Россия продолжает творить в Украине, они сильно влияют на общественное настроение. То есть вот эта вся пресловутая усталость от войны, которую якобы испытывает общество стран-партнеров, она, на мой взгляд, существенно преувеличена. Люди, когда все это видят, они понимают абсолютную, знаете, как это, обреченность России на обязательный проигрыш. Это необходимо, иначе вот эти угрозы, они будут постоянно только нарастать. Субтитры создавал DimaTorzok